Вот вы встаете, дома у вас 11 градусов тепла, и вы идете и холодной водой закаляетесь, подмышечки помыли, на здоровый образ жизни. Вот нам в Израиле летом нам нравится жара, зимой нам нравится холод, наверное просто мы любим Израиль. И ты прям так дышишь, особенно после лета, приятно, я вообще люблю дождь, но в Израиле это особенно классно, тут такой дождь он правильный, он зарядит, потихонечку так капает весь день, и это приятно гулять, в принципе можно даже без зонта ходить. Туманы такие стоят, знаете, немножко даже похоже это на какую-то Швейцарию, на Голландию, на Швейцарию, вот такая вот примерно зима в Израиле, то есть для здоровья такой климат весьма полезен. Вот значит холод, да? Не, на самом деле у нас как бы есть кондей, мы можем спокойно нагреть, у нас в оплату квартиры у нас все включено, мы типа такие крутые, но мы снимаем у чувака, у которого 11 детей, и он в общем далеко не самый обеспеченный человек из-за этого, поэтому у меня такое ощущение, каждый раз когда я включаю кондейсер, у меня ощущение, как будто я у него краду деньги просто. Сейчас в принципе на улице даже теплее, чем у нас дома, поэтому окна я открываю. Мой зимний лук в Израиле. Эта толстовочка, она кстати из Москвы, в ней можно вот так закрывать уши. Длинные мои штаны тоже из Москвы, смотрите, вот насколько я похудел. То есть слоновие такие штаны держатся только благодаря мощному ремню. И вот я недавно нашел, кстати, вот единственное, что на мне найдено, это я нашел новые босоножки. Они хорошие всем, единственное, их очень сильно обоссали кошки, поэтому я их долго очень стирал сначала мылом, потом вытирал спиртом. Сейчас уже почти не воняют. Вот так вот я зимой хожу в Израиле. Интересно, что в Израиле места под мусорные баки оформляют с помощью иерусалимского камня. Вот такие вот домики, часто можно встретить в Израиле. Они с крышей защищают от ветра, и там такая скамеечка. Скамеечка, вот она сухая, сейчас вот дождь весь день, но тут тепло и хорошо, можно посидеть, посмотреть в окошко, потусить. Вообще по местности человек 10. Но обычно, когда дождь, на самом деле израильтяне, они такие очень семейные люди, и любят дома, с семьей, очень гад, так сказать. А гулять по улице в такой погоде очень мало желающих, поэтому нам это очень нравится. Смотрите, какой красивый котяра посередине красивой улицы. Такой большой. Ой, какой хороший, рыжий такой израильский кот. В Израиле важная привычка. Прежде чем садиться на любую лавочку, нужно обязательно по ней постучать вот так. Зачем я это делаю? Чтобы испугать скорпионов, змей и прочих насекомых всяких опасных, пауков. В Израиле много ядовитого всего. Поэтому, когда вот так вот, прежде чем куда-то сесть, постучите, оно услышит и убежит. Главное стучать именно в место, которое вы видите, а то куда-нибудь случайно стукните кому-нибудь на хвост, вас выкусит. Я все время так делаю, уже не первый месяц, и никто меня не покусал. Смотрите, как птички прикольно летят в виде стрелочки. Бывает у тебя такая модель ботинок, что у тебя носки, они вот, ну, если не плотно прилегают еще, они постоянно сползают. Что делать в этом случае? Берем наш носок и вот так вот его подворачиваем в колбаску. У нас появляется вот эта резинка, она становится более плотной. И носок у вас при ходьбе не будет слезать. Вот такой тоже небольшой израильский лайфхак вам в коллекцию. Смотрите, какие интересные цветы. Я такие первый раз вижу. То есть, это вот такие вот листики, листики. И на них прямо вот вырастают из листьев цветочки. Очень необычно это выглядит. Какие-то особенные цветы. Первый раз такие вижу. Ну, Израиль, это прямо такой ботанический сад один большой. Ничего не делает, но гачит к своей игре. О! Смотрите, тут растет виноград. Ну, этот виноград, он уже превратился в изюм. Вот так вот выглядит изюм в натуральной среде. Штукенц, может попробуешь? Как он? Вкусный? Такой вкусный изюм! Что, правда? Ну, куда мне попробовать тоже одну штучку? Ну, это чей-то, но он за нашей стороной забор, я думаю, никто не обидится одну штучку попробовать. Ммм! С коточками. Вкусные. Вкуснее, чем из пачки. Клев жить в Израиле. Пример идеального забора. То есть, если у меня будет какой-нибудь дом, я хочу такой забор. Который вроде он есть, а вроде его и нет. И он очень красивый. И вокруг зелень, птички. Классно. Вот тут выбросили еще одну плазму. И она даже в коробке. Абсолютно новая. Тут кто-то выбросил два огромнейших просто телека. Просто плазмы какие-то нереальные с медведя ростом. С розетками, значит, рабочие. С розетками, значит, рабочие. Даже с подставкой под телек. Они сто процентов работают. Потому что у нас монитор мы взяли, он работал. Все, что мы брали, все работает. Редактор субтитров А.Семкин